Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что делать, как себя взять в руки? Учусь в университете, когда нужно пригодавливаться к занятиям, очень тяжело воспринимать информацию, очень тяжело и долго, все запоминаются, сильно болит голова от перенапряжения, может как-то можно тренировать память и лучше понимать, может есть какие-то определенные упражнения и навыки, которые помогут лучше и быстрее учиться. Я не думаю, что то, что вы спрашиваете является хорошей идеей. Вполне возможно, что вы просто столкнулись с тем, что вам тяжело дается, ну вот, тяжело даются, точнее, те задачи, вот, которые вы перед собой ставите. И, соответственно, нужно смотреть на, например, насколько вообще вам нравится, насколько вам вообще интересно делать и изучать то, что вы реально изучаете. Вполне возможно, что это вот не совсем ваша история. То есть, ну, вполне возможно, что вам нужна немножечко другая какая-то профессия, да, другое какое-то направление, вот. Я думаю, что, ну, такой вариант, как минимум, исключать не стоит, вот. И вполне возможно, что вы просто требуете от себя очень многого, вот. И игнорируете свои, ну, свои фактические возможности, вот. Игнорируете свои фактические способности, способности, вот. Потому что, потому что медицинский, медицинский факультет, это сложно, сложно. И может этим заниматься, в принципе, ну, далеко не каждый человек этим может заниматься. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно подходить к этому несколько более демократично, да, и смотреть вообще, а вот, что вам интересно, и есть ли что-то интересно вообще вот в том, что вы делаете, да. То есть, то есть, ну, просто, если вот что-то, что вам, ну, как-то привлекательно, да, вот, и так далее. А ведь может быть вполне такая история, что вы просто-напросто заставляете себя это делать. Я, я имею ввиду, учиться, ну, учиться, вот. Просто заставляете себя. И хорошо ли это для вас? Я не думаю. Вот. Вот. То, что вы перенапрягаетесь, если у вас болит голова, это очень, ну, на мой взгляд, тревожный факт. Вот. Перенапряжение. Перенапряжение. Насилие над собой, над собой. Вот. Игнорирование своих, ну, возможностей. Вот. А, значит, мы здесь говорим о возможной перспективе, да, еще больше вашей деградации. Потому что, когда человек себя насилует, когда человек себя заставляет, вот, его способности снижаются еще сильнее. Вот. Поэтому, вот, эээ, хотелось бы, чтобы вы учитывали это. Вот. Хотелось бы, эээ, хотелось бы очень, чтобы вы имели это ввиду и не мучили себя понапрасну. Вот. 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 Я понимаю, что это, ну, далеко не всегда легко. Вот. Но, тем не менее. Вот. Поэтому, здесь, на мой взгляд, задача заключается не в том, чтобы заставить вас учиться. Ну, так, как, ну, так, как вы хотите, а задача заключается в том, чтобы найти оптимальный вариант для вас, для ваших естественных возможностей, способностей и навыков и интересов, что крайне важно. Вот. 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 Пожалуй, то, что я хотел бы вам сейчас сказать. На этом, пожалуй, все. На этом, на этом, пожалуй, можно закончить. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я вам хочу желать всего самого доброго и хочу предложить начать работу над тем, чтобы искать себя и максимально оптимизировать свои ресурсы. Удачи! Обращайтесь! Это кол fifteenasses. Нет, кол assez. Нет, колевой моей 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 мне decisions. Нет. Продолжение следует...